всем привет друзья вы на канале контрольная рыбалка если вы еще не со мной то обязательно подписывайтесь ставьте лайки оставлять комментарии и следите за обновлением длинная дорога у меня было для того чтобы попасть вот в такое вот место которое по итогу меня приведет к одной интересной реке какие у меня шерстяные носки кстати такие покупают обычно не в рыболовных магазинах у нас такие носки продают бабушки в метро вот но они их не вяжут я в этом уверена они покупают я думаю что вы можете сделать это очень удобно и и и Я думаю, что вы понимаете, что сегодня я собираюсь ловить на спиннинг. Все потому, что у нас постоянно перемены погоды. У нас регулярно идет то, что сейчас я ехала. Вроде бы лежит снег, но лужи в лесу, они не замерзшие, на них нет льда. Через такое заснеженное поле мне сейчас придется пройти. Какие-то кусты, деревья. Но я не боюсь препятствий, мне такое тоже нравится. Не знаю, как вы, но я кайфую от вот этой вот самой, так сказать, наидичайшей обстановки, понимаете? Прикиньте, может лось выбежит. Все, что угодно. Кабаны, волки, любое животное. Главное, чтобы не человек, понимаете? Ни одно животное так не страшно, как люди. Ну, шутка, конечно, но не очень. Вот если вот тут посмотреть, вот здесь примятая трава, вот здесь примятая, вот здесь, вот тут, вот тут. Это все-все следы животных, которые здесь ходили. Вот они. И это достаточно большие копыта. Вот, пожалуйста, огромное копыта чьего-то. След оставлено. Вот, значит, здесь много животных. Это здорово. Я бы, конечно, хотела кому-нибудь встретить, но не очень. Но если мы встретим, то у меня есть нож в мартини и у нас будет новая шуба у меня. О, пока шла, уже успели подмерзнуть руки, поэтому я надеваю перчатки. Мои любимые перчатки. И они при необходимости так вот превращаются в ларишки. Класс. Класс же. Пока пройдешь, ребят, по этим заросам, если сразу успеешь зацепиться. Посмотрите, сколько здесь лап, копыт животных именно в этом месте. Я решила поменять на вертухай. Причем? Потому что здесь глубже, чем я рассчитывала. Из-за этого приманка не заглубляется так бы, как я хотела. Не исключено, что просто туда, куда она не доходит, там может стоять рыба. На мой взгляд вертушку я сейчас очень быстро потеряю. Поэтому извините, я меняю снова вертухай на колебалку. Это просто идеальные места для того, чтобы стояла какая-нибудь рыба здесь достаточно глубоко. Плюс закоряжено очень. Рыба всегда держится в каких-нибудь укромных местах, интересных линиях, из которых нужно пытаться ее выманить. Сто процентов она где-то здесь сидит. Либо она меня видит, либо она не хочет клевать. Вода сегодня мутноватая, шли дожди, шел снег. Не знаю. Пока еще ни одной ребят поклевки. Даже одна рыба – это большое достижение, поверьте мне. А любой настоящий рыбак должен стараться до конца, чтобы поймать. Места очень перспективные, вы не представляете. Но мне бы было гораздо удобнее, если бы я шла с той стороны. И я бы смогла запустить все свои приманки прямо под эти деревья. К сожалению, отсюда те точки, в которых, на мой взгляд, стоит рыба, я не добрасываю. Мне мешают деревья. Такое впечатление, как будто какое-то похолодание. Господи, ребята, сколько здесь вон бобрових нор, посмотрите. Обалдеть просто. Но зато бобры тут очень хорошо освоили береговую линию, благодаря чему очень удобно по ней передвигаться. Субтитры делал DimaTorzok Хорош, что ты на рыбалке, а не дома. Да? Дома скучно. Так, ребят. Опа. Что за рыбина. Оп. Ребят, пеструшка. Пеструшечка. Опа. Фух. Оп. И мы ее, естественно, отпускаем. Вот свояся. Фыбыдыщ. Малышка. Все. Ушла, детка. Есть. И хочу показать вам блесну мастера. Вот такую вот. Интересная. Я думала, она большая, тяжелая для такой реки. Нет. Видите? А еще пошел снег. Видите, какой сильный. Хорошо. Ох, ребятки, нету подсака. Я же не думала, что будет клевать такая рыба. Я думала, мы с вами окуня будем ловить. А тут такое дело. Опа, ребята, смотрите, какая хорошая. Обалдеть. Ребят, я офигею. Вы думаете, я вообще думала, что когда-нибудь меня поклюдит вообще форель? Вот такая огромная, ребят. Офигеть. Ребят, с одного и того же пятака, а вторая форель этого не может быть. Я думала, мы с вами окуня едем ловить. Смотрите, какая рыба офигенная. Смотрите, смотрите. Оп, клюнула на брюсенку. Максима. Не ожидала, реально вам говорю. Так здорово. Так здорово. Смотрите, хвост обкусан. Интересно, кто ей хвост хотела покусить. Красота. Смотрите, как пухла, красиво. И сразу пошла вверх по течению. Сразу стала головой против течения. Смотрите, какая у меня конская блесна стоит. Я думала, ну может щук. Ну может какой окунь. Ну может быть какой-то ясь. Или что-то еще. Потому что, ну... Кстати, ясь зимой клюет. Но нет. Смотрите, что у меня клюет. На вот такую вот классную блесну. Вот. Самое интересное, что камера смогла запечатлеть момент поклевки. И я поняла, что поклевка произошла в тот момент, когда я бросила против течения на паузе. То есть я крутила-крутила, потом остановила, и потом снова начала крутить. И у меня произошла поклевка. Может быть у нас с вами еще какой-нибудь хищник клюнет. Что-нибудь хорошее поймаем. Тем более, что еще есть, наверное, часика два где-то в запасе. Но, ребят, три часа я ходила вообще. Без ничего. Согласна, что это просто шикарное место, да? Обалденное. Вообще, я балдею. Там, видите, прям яма. Омут. С�. С�. Т university. Т, ты. Мой питомцы. Т... Т. bank. Т. Т. Пол. Т. Т. Продолжение следует... Не знаю, что здесь происходило. Походу здесь явно не было ничего хорошего. Кто-то за кем-то бежал, видно, или что? Вот. Целый день сегодня в лесу стреляют охотники. Вот, видите? Такое ощущение, как будто бы вот недавно, что ли. Целый день сегодня охотники стреляют. Бляхо, чтоб только нас не подстрелили. Такое перспективное место. Но я не могу, блин, не знаю, почему нормально с тобой побавить место. Мне удобнее, когда под моим берегом вот такое место. Только что вот здесь вот была поклевка. Я увидела рыбу, она вела мою приманку, но не это. И там под коряжкой был ударчик. И еще один ударчик. То есть, получается, у меня две рыбы и уже около трех-четырех поклевок. И вот, видите? Я знаю. Я знаю. И реально搜ешь. И вот, куда я began. И вот, видите? Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, какая офигенная траектория прохода приманочки. Если не возьмет, то все, лучше уже идти дальше, потому что значит, ну все. Есть, ребят, есть! Есть, ребят! Есть, ребятки! Ух ты, ребят! Есть! Есть! Сейчас, ребятушки! Две секунды! Две секундочки! Я надеваю перчатки! Угу! Ты ж моя хорошая! Ты ж моя хорошая! Ты ж моя хорошая! Слушайте, ну это еще такое впечатление, как будто побольше будет. Ребятки, это еще лучше! Смотрите! Ой, красота! Красота! Радужка, ты моя! Красивая! Я вам сказала, что если сейчас не клюнет, то все, типа мы уходим. Траектория заброса была обалденная. Внимание! Оп! Извлекла крючочек. И вот такая, посмотрите, какая длинная. Она в таком достаточно очень узком месте, где сама находилась и клюнула. И вот поэтому она, наверное, такая и тонкая. Красота! Да, моя красотушка! Да! И так, как вы понимаете, это заключительное видео в 2020 году, в связи с чем я бы хотела искренне поздравить вас с наступающим 2021 годом. Давайте дадим пинка под зад 2020 году, ведь он был такой противный и гадкий. Выгоним его нафиг, забудем все, что в нем было и встретим с улыбкой 2021 год, который принесет нам много счастья, улыбок, добра, веселья и тепла. Я желаю вам обязательно крепкого здоровья. Почему? Потому что оказалось, в 2019-2020 году самое важное для всех людей, для вас и нас – это здоровье. Ни одни богатства не заменят вам здоровье вас и ваших близких. Будьте здоровы, будьте счастливы, ловите рыбу в больших трофеях, всем ни хвоста, ни чеши. И с наступающим Новым Годом, друзья! Кайфуйте! Жизнь одна! Жизнь одна!